Последние моменты, которые явно его характеризуют, это все-таки вновь приход иностранных операторов сюда. Из последних и позапрошлогодних событий это Holiday Inn появился, сейчас появился Crown Plaza Лиговский, готовится к открытию Crown Plaza Аэропорт. С этой точки зрения, на мой взгляд, есть еще потенциал у рынка именно для прихода международных операторов. И наиболее интересен, на мой взгляд, сегмент все-таки трех звезд, то есть это тот самый формат, в котором работает сеть отелей Ibis. Почему интересен рынок, занят большим количеством мини-отелей, работающих в этой ценовой, звездной и сервисной категории. Но в силу малости объектов, в силу большого количества различных собственников и низкого порога входа в отрасль, устанавливаются достаточно специфические правила игры, когда собственник говорит, а я вот хочу вот так работать, и с этим ничего, к сожалению, не сделаешь. Единственный вариант исправлять, это появление крупных, серьезных игроков, которые могут перераспределять потоки клиентов к себе за счет имени, за счет статуса, за счет более хорошего качества обслуживания. Что, собственно говоря, и было с Ibis, когда он открылся, и в мини-отелях с худшим качеством услуг цены были выше, и люди, естественно, перешли туда. Вот именно появление таких объектов, на мой взгляд, востребовано, оно позволит, в принципе, структурировать рынок и, наверное, маленькими шагами, но приближать его к московскому. Если говорить о сферах недвижимости, понятно, что гостиничная долгоокупаемая, низкорентабельная. С другой стороны, есть примеры Сокоса, когда люди открыли три отеля, и сейчас все-таки решили развивать больше сегмент супермаркетов призма. Наверное, не устраивают ожидания, возможно, не устраивает экономика, возможно, хочется подождать, потому что желание диверсифицировать направление деятельности у девелоперов, которые занимались многими видами недвижимости, и оно присутствовало до кризиса, после кризиса это еще пока не вернулось на место. На самом деле, на мой взгляд, основная проблема для рынка – это как управлять правильно отелями, как строить грамотный гостиничный сервис, потому что открыть отель в Питере, на самом деле, это не так сложно. Построить отель тоже можно сделать, но это все действия однократные, а управление отелем – это скучная для кого-то, для кого-то занудная регулярная работа. Но именно из-за этого получается очень много негативных отзывов, когда люди запустили отель, поиграли и забыли о нем, к сожалению. Я думаю, что там, скорее всего, обсуждаются в малой столике проблемы развития рынка, и, скорее всего, все-таки в основном проблемы его современного состояния. Либо мы должны просто подождать какой-то еще период, когда люди успокоятся и поймут, что кризис все-таки закончился, и можно приходить сюда. Потому что гостиничные проекты к реализации на бумаге, они есть. Некоторые проекты анонсируются в течение 3-4 лет, и инвесторы по-прежнему хотят реализовывать эти объекты. Появляются какие-то новые объекты. У нас сейчас есть переговоры с заказчиками о строительстве 3-х отелей емкостью по 50-60 номеров. И это именно тот формат, который позволяет делать грамотный, хороший объект, которым будет не стыдно потом гордиться и зарабатывать деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова